Президент Алиев, несмотря на техническую составляющую встречи в Москве, дал четко понять как России, так и особенно армянскому руководству, что суверенитет Баку над всем Азербайджаном не зыблем. Это жесткая, но правильная позиция. Об этом Ахарас сказал украинский политолог Ренат Ковбасюк. В то же время, в рамках данной технической встречи, президент Алиев поддержал и выразил надежду на установление мира в Карабахском регионе и подчеркнул гуманитарный аспект проблематики. В частности, это вопросы обмена военнопленными и телами погибших, налаживания инфраструктуры в регионе для мирной жизни. Это однозначно показало, что, несмотря на напряженные армяно-азербайджанские отношения, Баку и лично президент Алиев живут в системе общечеловеческих ценностей и проявляют готовность к этому вполне конкретными шагами. Что касается армянской стороны, по словам Ковбасюка, она скорее это делает в условиях безвыходной ситуации. Сегодня нам не удалось решить вопрос военнопленных, и это самый чувствительный и болезненный вопрос. Даже сейчас премьер Пашинян не смог удержаться от упреков в адрес азербайджанской стороны в том, что якобы процесс обмена военнопленными идет на низком уровне, и ему не хватает необходимой динамичности. Из этого следует, что Ереван пока еще до конца не осознает важность мирного урегулирования в регионе и ищет новые зацепки для конфронтации. Кстати, хотел бы напомнить, что между подписанным договором 10 ноября и данной технической встречей, армяне успели устроить несколько провокаций, вследствие чего погиб азербайджанский военнослужащий. И к тому же нарушили суверенитет Азербайджана над Карабахом, когда глава армянского МИД, без каких-либо согласований с азербайджанской стороной, посетил мятежный регион. Это еще раз подтверждает, что мир армянской власти не особо нужен, и единственным миротворцем в данной ситуации остается Алиев, который действительно хочет мирной жизни всему Закавказскому региону, в том числе и армянскому народу. Но здесь, конечно, вопрос. Хотят ли этого армяне или дальше мечтают в кавычках о Великой Армении, так и не сумев навести порядок в уже существующей Армении? Спасибо за просмотр!